Главное событие церковного календаря сейчас Великий Пост, Апост — это время преображения для каждого из нас, это время такой встряски, когда мы совершенно меняемся. Россия черница на первой седмице поста, Взмывает, как птица, святая ее красота, Как в пору молений меняется русский народ, Припав на колени, он в рост богатырский встает. Канон покаянный, хотя бы на вечер, на миг, В душе окаянной меняет личину на лик. Вседневного быта слезает с нее шелуха, Слезами омыта, душа первозданна, тиха, Как будто бы оптом собрали мучительный грех, И попран он, втоптан в чернеющий мартовский снег. Все братья и сестры, все в звездах церковных свечей, В посту даже воздух живительней всяких речей. Все время покаяния, Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Великом посту мы как бы заново выстраиваем свою душу, свою жизнь, свою судьбу. И вот думается, построить легче дом, чем выстроить себя. Дом нынче не вопрос, хватило бы рублей, а тут не хватит слез, не хватит жизни всей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О чем наши слезы во время Великого Поста? Да это слезы покаяния, потому что мы посмотрим наконец-то на себя со стороны И начнем над собой работать, потому что ух мы с виду христиане, да по нраву бусурмане, навели сусальный вид, а в душе полно обид, злобы, ненависти, мести, похоти, гордыни, лести. Раз мы правда христиане, что ж все мысли о кармане, да веселье, лишь потом, где-то как-то о святом? Надо бы наоборот, меньше брюха, больше духа совершить переворот. Ни писания не чтим, ни предания, все тыщем себе оправдания, мол, магнитные бури, циклоны, и кладем во всю койку поклоны. То на ближних у нас раздражение, то в молитве одно небрежение. Надо, братья-христиане, чаще быть в духовной бане, да не просто водицей покаяния обмыться, а всерьез похрестать себя веником, ведь душа не должна быть бездельником. Если банька хороша, то очистилась душа. Значит, будем мы опять, словно солнышки сиять, всех на свете согревать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Однажды вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба. Но так ищите, как нищий хлебок, ищите всюду, ищите каждый, и вы найдете его однажды. Ищите Бога, ищите слезы, ищите люди, пока не поздно. Пока мы православные, мы будем вызывать вражду многих сил, которые заинтересованы, чтобы нас на свете не стало. Понятно, что и на земле Белой Руси тоже очень мечтают, и для этого вкладывают миллионы долларов, чтобы устроить тоже какой-то Евромайдан. И на Руси готовят подобное, в России, чтобы лишить будущего наши народы. Мы надеемся не только на себя, и не столько, может быть, на себя. Мы надеемся на Божью помощь, и Господь способен творить чудеса, если мы будем крепки в вере. И стихотворение, которое я прочту, основа сюжета всем известная. Стихотворение называется «Лазарь». Мы вспоминаем про воскресенье Лазаря всегда на вербное воскресенье за неделю до Пасхи. «У Христа был друг его, Лазарь. Стал тот Лазарь смертельно болен. А Христос не спешил на помощь. Как-то странно промедлил он. И пришел, когда тот уж умер, И четвертый день был во гробе, И уже был изъеден тленьем. Но Христос возле гроба встал И воскликнул, Лазарь, выйди! Так воскликнул, Что ад разверся. Лазарь вышел живым на свет. Точно так народ белорусский, Сербский, греческий ли, Грузинский, Так вот весь народ православный, Точно Лазарь – друг для Христа. А уже нам готовят гвозди, А уже нас в гроб загоняют, И уже нас похоронили, Всех нас вычеркнули давно. Молим мы, А Христос все медлит. Молим мы, А Христос все медлит. Молим мы, А Христос все медлит. Не спешит к нам на помощь Он. Даже если нас в гроб загонят, Даже если нас заколотят, Даже если нас закопают, Все равно к нам Христос придет И воскликнет русским на выход, И воскликнет сербы на выход, Так воскликнет, Что будет Пасха, Свет какой еще не видал. Всех Россию любящих, За нее радеющих, Сердцем пламенеющих, Сохрани Господь, Сохрани Господь, Просвети Господь, Укрепи Господь, Разуми Господь, Сохрани Господь, Просвети Господь, Укрепи Господь, Разуми Господь. Всех обидой дышащих, Или злобой пышущих, Радости не слышащих, Просвети Господь, Сохрани Господь, Просвети Господь, Укрепи Господь, Разуми Господь. Сохрани Господь, Просвети Господь, Укрепи Господь, Разуми Господь. Всех нас ненавидящих, смысл от нас невидящих, Любящих, обидящих в разуме, Господь. Сохрани, Господь, просвети, Господь. Укрепи, Господь, просвети, Господь. Сохрани, Господь, просвети, Господь. Укрепи, Господь, разуме, Господь. Всех спасенья жаждущих, всем болящих страждущих, Плачущих, горюющих, укрепи, Господь. Сохрани, Господь, просвети, Господь. Укрепи, Господь, разуме, Господь. Сохрани, Господь, просвети, Господь. Укрепи, Господь, разуме, Господь. Судьбы наших православных народов загадочны. Они такие, что аршинам общим не измерить. И наша история, она совершенно непредсказуема. Потому что наш народ во многом живет действительно верой. А там, где вера, там неизбежно и чудо. Россия только верой поднимается. Россия только верой понимается. А веры нету, и России нет. И оттого народ наш нынче мается. И счастье нам так редко улыбается, Что вместо веры в душах всякий бред. А с ней, как с заповедную дубравою, То вырубкой сплошную, то потравою, Уродует вовсю который год. Но без Христа Россия территория. И без святых пустая история. И враг ее играючи возьмет. Война, она идет все необычнее, Оккультнее и все технологичнее. Сам дьявол облучает Кремль с Москвой. Но дай нам Бог понять, Что наше главное живое чудо. Вера православная. Россия быть, коль с нами Бог живой. Вера наша, вера стара, Вера наших святых царах. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера, пока им не зова, И народ вид вид не зова. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна, вера вечна, вера славна, Наша вера православна. И безе ей изродила, и седе ей обвоила, вера вечна, вера славна, Наша вера православна, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok